Приветствую всех, меня Гет зовут и мы начинаем новое прохождение по Lomax, но это по-американски игра называлась, в европейской версии он назывался The Adventures of Lomax, то есть приключения Lomax, я купил оригинальный диск, как вы уже все знаете, потому что PlayStation Network этой игры нету, и так он в принципе и выглядит, диск формата PlayStation, то есть если зайти в информацию, вообще ничего не написано о нем, будет диск, мера предосторожности, понятно, что-нибудь PlayStation-овская будет, но давайте его запускать и смотреть, что у нас там такое, я сто лет, честно говоря, в эту игру не играл, Ну вот наш всеми любимый знак PlayStation, звук детства, скажем так, для меня, потому что это моя, скажем так, первая консоль, ну не первая, конечно, но именно вот та консоль, в которой я в своем детстве играл, там вот, начиная с трех лет, Ну понятно, какой-то дисклеймер, о пиратстве, как давно уже в эту игру я не играл, господи, Psygnosis, это тот же Liverpool Studio, который недавно закрыли после вайп-аут на Vita, хотя это была одна из лучших игр за последнее время, гоночных, О, Psygnosis, конечно, делала очень много игр в детстве, то есть в PlayStation 1 эру, это загрузка была, ну, конечно, тут будет как-то она побыстрее, по сравнению с PlayStation 1, это PlayStation 2, Мультиязыковая версия у нас игры, поэтому выбираем English, А, блин, Детство, Lomax, или Adventures of Lomax, Всем понятно, Сделали эту игру два человека, я сейчас вообще не управляю, то есть интро идет, Сделали игру два человека, один программист и еще один график-дизайнер по имени Нил Хейборг, по-моему, зовут, Вот это, не, Хэнк Нилборг, вот он, как зовут, Что-то я совсем-то забыл, не на, памяти мне ни в какую, давайте понизим до 70 SFX и, так, и Ambient, где-то до 60, не, до 70 тоже, потому что музыка в этой игре достаточно очень хорошая, и я считаю ее одним из очень главных факторов, А ее так затемняют всякими эффектами и ее почти не слышно, так, ну, давайте продолжим, значит, опции Start Game, Даже не знаю, нам расскажут какую-нибудь историю здесь, я даже не помню, А, нет, нет, нам тут никакую историю тут рассказывать не будут, нам сразу в экшен сейчас кинули, когда я нажму Start, это вот, это мапа всего мира, То есть, видите, мы там прыгаем где-то вот на заднем плане, это первый уровень, то есть мы будем вправо почище подвигаться по разным местам, Справа у нас стоит злодей Evil Ed, насколько я помню, и нам историю здесь не рассказывают, Но история написана в буклете от игры, так что давайте отличаемся и посмотрим, что у нас там написано На самом деле, я сам не знаю, что здесь написано, у меня никогда в жизни такого буклета не было, оригинального диска, И так как у меня есть оригинальный диск, давайте посмотрим, я никогда в жизни историю, на самом деле, не читал, и будет интересно посмотреть, так, Ломок сильный, ломок крутой, он спасает дамочек из бета и перепрыгивает через зияющие пропасти одним прыжком, Он встает на рассвете и тусуется, потом он завтракает сырым стейком и тусуется еще больше, К тому времени, когда он добирается до постели, он успевает спасти им период коллапса, Приплывает водопад и находясь в бочке, и от его жажды пересохли реки, Он сражался с монстрами, драконами и тиграми, и при этом не забывая чистить свои зубы, Ломок смог бы сразить вас в любой день, даже с одной привязанной рукой у него за спиной и мешком на голове, Ломок знает свое дело, да, в своих мечтах, на самом деле, он не такой уж и сильный, и даже боится немножко высоты, А насчет монстров-драконов и тигров, даже одна мысль о них скрутит его живот. Но сейчас мир Лемминга в опасности и находится под заклятием злого Эда, И только один единственный Лемминг остался невредим для того, чтобы снять это злое проклятие, И это Ломокс, ну отлично вообще. Есть ли у мира Леммингов шанс на выживание? Конечно у нас есть шанс, как же, это ж я, криворукий гет, ну давайте начинать. Загрузочка, помню она подольше была на PlayStation 1, наверное, минут так 3. И за несколько секунд. Ой, помню эту музыку, боже мой. Так, ну это у нас Лемминг Ломокс. Кашляет. Значит, привет, рад тебя встретить, я Лорак. И я старый и мудрый. И они называют меня старым и мудрым Лораком. А, вот поэтому они называют меня старым и мудрым Лораком. Я могу дать тебе несколько очень хороших советов на протяжении твоего путешествия. Не бойся меня спрашивать, удачи в твоем квесте. Спасибо, Лорак. Буду знать. Будем спрашивать. Значит, у нас монетки отовсюду могут падать. И как видите, здесь ребята вот эти вот. Им нужно пендали давать, чтобы они превращались в нормальных Леммингов. Они зараженные какие-то, или, не знаю, зомби. Ну, чувствуется немножечко... Такого-то с управлением проблема. Именно в виду, такая задержка есть большая, где-то на секунду я нажимаю, но где-то через там 0,7 секунд реагирует. Но, надеюсь, привыкну. Потому что нормальной PlayStation такой проблемы не было. Но, видно, это совместимость с PlayStation 3. Ну, как бы, совместимость, но с проблемами. Так, там внизу какие-то мешки. С деньгами, наверное. Давайте посмотрим. Так. И как мне их взять? Афиг с ними. Так. Держи. Так. Можно шляпой кидаться. У нас, кстати, есть разные... Ну, скиллы Леммингов. Вы в Леммингов игру играли, да? Там уже их нужно везде гонять, чтобы они копали и так далее. И вот здесь у него есть какие-то сейчас как-то выбитые. А, вот Селек. У него можно разные шляпы кидать. Шляпа-бомба. Шляпа-вертолет. Не помню, что это такое. Огненная шляпа. Копать. Не, вот копать. А это... Не знаю, что это. А, наверное, бортики ставить, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, в общем, у нас эти способности все позже откроются. С уровнями. У-у. Как же я соскучился по этой игре сейчас договоряю. Вот как ребенок себя сейчас чувствует. Так. Какое-то... Ага. Монеточки. Ну, смотрите, как красиво играется в из исполненной. Хэнк постарался на полную вообще. По полной. Ну, сейчас я не знаю, чем он занимается. Я как-то недавно его гуглил. Вот он сейчас неизвестный, но, понятно, уже старый. Сколько лет этой игре? Ему уже тогда под 40 было. Ну, он сейчас, по-моему, для Contra 4, вот, который на DS-ке вышел и делал какой-то графон. А я посмотрел, ну, вроде неплохо. Но все-таки Lomax мне больше запомнился того времени. Они, кстати, еще два человека вот этим делали игру по имени Fling на Sega Mega Drive. Если кто играл, я не играл. Честно говоря. Ну, я видел геймплей. О, парниши с бомбами. Твою мать. Так. Оп. Так. Откуда мы не запрыгнем, понятно. Такой, скажем так, средневековый музончик. Веселый. Композитор, кстати, был, по-моему, как его там звали. Классный чувак. Разную музыку сочинял. Так, разным играм. Именно вот к этой игре, я не знаю, вот как-то после этой игры, наверное, может быть, еще что-то сделал. Я его пытался гуглить, но ничего про него так и не нашел. Так. Вот еще один у нас. Лорак. Значит. Нажимай вниз на твой джойпад, и когда ты бежишь вниз на 45-метровый... Ну как, 45 градусов вниз, это будет намного спокойнее, то есть безопаснее, потому что ты сможешь ударить... А, тогда враги не смогут тебя ударить, пока ты так делаешь. Но ты сможешь ударить их. То есть, когда вот эта штука, видите, мы вот так вот не съедем, да? А мы можем... То есть, ну я уже это делал до этого, да? Вот, вот это мы можем делать. Так, нам, дорогой, спокойнее. Он нам такую подсказку дал. Давай. Что-то... Тут достаточно игра... Это будет очень сложная под конец, я вам серьезно говорю. Это... Это будет достаточно... Так. Батхёрт, мне кажется, я поумираю еще не раз в этой игре. Так что, можете даже ждать, кто Батхёрт любит от меня. Официальный. Так. Монеточки. Монетки, 100 монеток, как и в Краша Бандикуте. То есть, 100 яблок собираешь, как... Ну, в принципе, во всех остальных таких платформерах. А, даёт он их жизнь одну. И нам, в принципе, нужно как можно больше их, потому что... Ну, в принципе, тут паролевая система, как пандемониум, и можно из этого спастись. Если что. Но... Эээ... Я... Я бы вообще не бегал здесь по кругу без шлема, говорит, если я был тобой. Эээ... Ты можешь удариться. Спасибо. Вот эта берёвочка? Окей, когда наряд. Это чекпоинт, скажем так. 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 Какая-то деревья. Ж. Я посмотрел ещё. Кстати... Войсовер к Гексу делала женщина. Ну, и потом так голос изменили, так и более сделали... Какой-то... Эээ... Питч по... Знаете, как бы наверх подобрали так, что он такой, как писклявый. На самом деле, сделала очень... Классная женщина. А Войсовер к разным играм делала. Когда он делала Войсовер некоторых героев, эээ... Пока что я кривожокостью в этой серии не страдаю. Так, там что-то есть, нет? Так, вот там. В этом дереве нет. Или мне показалось? Фух. Фух, нормально. У нас, кстати, такая... Есть фича, мы можем в воду упасть, но мы не умрём. Мы можем один раз от неё выпрыгнуть. Если второе, после того, как мы выпрыгиваем, мы упадём в воду, мы умираем. То есть вот я вот падаю, смотрите. Я могу выпрыгнуть. А если я вот в этот момент, когда выпрыгиваю, я опять в воду падаю, тогда я умираю. Хорошая такая вещь, да? То есть дают способ так вот... Скажем так, спастись. После ты начинаешь неручить, и уже хоть куда попрыгаешь, и постоянно падаешь. Поэтому эта фича иногда бывает бесполезной даже. Так. Ну, давайте туда бежим, я не знаю. Да, иногда запутаться можно. Так. После того, как ты нашёл скилл для того, чтобы строить мосты, ты можешь построить мост каждый раз, когда ты нажимаешь на эту способность. Нажми на кнопку на твоём жёйпаде, и ты можешь строить мосты, и оно будет длиться настолько, насколько оно сможет. То есть, ну, держаться его в мостах. Хорошо. А тут, по-моему, да, можно строить что-то. Слышь мост. Такое середняковое чувство к этой игре есть, да? Вот, смотрите на бэнграунды, там какие-то замки. Так красиво всё нарисовано мне. Поэтому эта игра мне так понравилась в детстве, и, честно говоря, я её очень полюбил. Так, ну, я не знаю. Походу, нам... Где-то есть здесь способность строить мосты. Где она? Так, пора, наверное, добраться. Получится, не получится. Почти. Сейчас, сейчас, сейчас. Я не хочу упасть случаем. Нет. Ладно. Ладно, в задницу. Давайте, наверное. У нас level complete. Нам дают пароль. Сейчас я запишу его. Надо записывать, надо записывать. Ну, давай запишем, на всякий случай. X квадрат. Кружок. Кругольник. Кружок, кружок. Кружок. Икс. Отлично. Давайте дальше. Мы продвинулись теперь. У нас, по идее, должен быть по этому же стилю уровень, если не ошибаюсь. А нет, водяной. Класс. Таскал. У нас лодки с пробкой, которая сразу вытаскивается, когда мы на него прыгаем. О, блин, там еще рыба за нами какая-то плывет. Так. Оп. Тихо. Мы прыгать на врагов не можем, мы можем только их бить вот такой вот... Таким вот уворачиваться, как бы от них вот этим вот... Крутилкой этой. И... И... Шляпом нет, ну как вы уже поняли. Так. Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. Именно все заинтересовались, господи, я уже заговариваюсь. В 3D-играх, PlayStation же вышла, да? Ну, Sega бы такую игру в жизни бы не поддержала, что и Super Nintendo был. Там и музыку бы укоротили, и графон бы укоротили, и 3D-элементов было бы мало. Но как бы... Именно вот эта игра, она была просто... Ну, отлично подходила под такую формальность PlayStation. Но и люди тогда вот не смотрели на игры, а смотрели на графон. Что теперь до сих пор делают. Вот. Хотя игра этого намного... Ну, то есть, стоит того, чтобы в нее поиграть. Я не знаю почему, но отец купил мне ее. Я за это, я ему очень благодарен. Вот всю жизнь благодарен за это. Потому что он меня научил играть в игру. На самом деле, он сейчас и до этого жалеет. Ну, эм... Так, у нас можно строить... Он сейчас очень жалеет, что я такой прям геймер. В компьютера сижу постоянно. Но... Я за это ему благодарен, честно говоря. Я не знаю, что бы я делал в своей жизни без этого. Когда ты падаешь в воду, ты не паникуй. Говорит. То есть, сразу не паникуй. У тебя еще есть силы для того, чтобы выпрыгнуть. Но только один раз. Но не жди слишком долго. Если ты упадешь в воду второй раз, ты... Можешь... То есть, это будет фатально. Фаталити, короче. Так. Держи. Вот если он к нам подберется, этот... Не хороший человек. Он у нас будет деньги. Вытаскивать. Я хочу... Слушай, иди отсюда. Иди отсюда. Так. Побежали. Оп. Тихо-тихо-тихо-тихо. О-о-о-о, паньки. Чуть не упал в воду. Оп. Так. Еще одна. Ну, вот такие вот здесь моменты. Напоминает Марио, скажем так, да? Ну, как бы... Вроде только чуть покруче и покрасивее. Повзрослее, скажем так. Эм... Я не знаю, куда нам... Что будет, если мы туда уедем? Нет, ничего, видимо, не будет. Видимо, нам нужно веревку. Держи. Я говорю, вот мне вот эти уровни очень нравятся. То есть, напоминаю, такое детство. Но там потом начинается такая задница. И причем уровни не то, что просто сложные, да? Они на самом деле еще и интересные, к тому же. То есть, там и музыка крутая. Вот у меня вот самый любимый уровень. В этой игре это... Это пиратские корабли. Вы увидите. Там вот будет целая серия уровней на пиратском корабле. И также вот зомби-ленд там такой пойдет. Где-то вот на кладбищах. Потом пойдет каньон. Блин, вот действительно так уровень красиво сделано. Как бы сказал Black, или как его пародировали. Я оргазмирую. Что-то в этом вроде. Ну вот. Здесь уже... Да, аккуратненько так. Конечно, пока я привык к этому задержке контроллера. То есть, заранее так нажимаю. Ну, в PlayStation такого не было. Так. Окей. Держи. Держи. Что ты нам скажешь интересного? Некоторые места могут показаться, что туда невозможно добраться. Но в каждой ситуации есть выход. Ты можешь даже использовать свои специальные возможности. И свои мозги, говорят. Ну, спасибо, совет. У нас же можно строить разные вот эти штуки. Так. Что ты нам опять скажешь? Ты можешь, значит, использовать свой... Как же... Слово вылезло с головы. Ну, что на голове у него, господи. И использовать это... Шлем. Использовать для того, чтобы подтянуться на какую-нибудь платформу. И себя туда затянуть. Эта способность также работает на... Таких вот черных столбах, стоящих неподалеку. Просто попробовать. Ну, сейчас попробуем, ладно. Так. Вот это, допустим, вот цветок, да? Кажется, что на него запрыгнуть нельзя. Оп. Кажется, такой бэгграунд, да? Ам... Так. Что теперь? Ой-ой-ой. Так, надо как-то... Вот этот вот... Видите, вот там мешок с деньгами усили? Вот я хочу его как-то сбить. Так. Надо так вот сделать. Я хочу его назад сбить. То есть налево. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Блин. Получается что-то... Эм... Ну, господи. Ну, давай уж прыгай. Уэм-уэм-уэм... Ой. Ай, блин. Шлем. Господи, потеряли шлем еще отлично. Ладно, задницу сбим вот так. Видите, он деньги дает. Вот у нас еще всякие. Отлично. Так. А здесь мы не пройдем. А! Стопай. Вот так вот, да? Ага. Отлично. Ух. Не могу дождаться пиратских уровней. На самом деле, такие классные уровни. Я вот их прям в детстве помню. Я сто лет не играл в эту игру. Так хочется уже туда добраться. У вас такого чувства нет, что вы хотите вот, допустим, сто лет не играли в игру и хотите до какого-то места добраться. Чисто, чтобы там вот, в нем побегать. Или там, попроходить какой-то конкретный уровень. Эм... У меня вот именно с этой игры такие вот воспоминания. Ну, вроде записал. Эм... Давайте дальше. Тааааак... Эм... Что теперь у нас в интересное? Ага, небесные уровни пошли. Это круто. Тут такие 3D элементы. Эти бочки взрываются. Если вы их быстро не ударите, тогда они взорвутся, и еще могут вас поранить. Эм... Так. Вы видите, взрываются твари. Эм... Так, ловить там нечего. Походи сюда. Держи. Чуть не упал. Мусли. Эм... Держи. Эм... Такого сказать, знак типа, ну, держись, типа, сейчас будет задница. Класс. А у нас, кстати, бонус, смотрите наверху написан. Не знаю, что это значит. То есть, если... А ну, не знаю, может быть, мы как-то накопили какие-то очков для бонуса. Там видно, когда завершим уровень, по-моему, нам бонус могут дать. Посмотрим. Так. О, опять. Ээээ... Это же наверное... Так. Такая слоевая игра, похожа на Outworld, да, такой. Немножечко. То есть, все разными, можно на заднем плане бегать и так далее. там ко мне и чё делать так как так сделать чтобы понял 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 ладно так опять ко мне экзит отлично опять цветы главное сейчас не упасть я пока серьезно ни разу не не умер это прям достижение для меня какой-то кстати здесь можно еще быстрее бегать если не ошибаюсь то есть как-то я бегу да еще можно р1 что ли нажать быстрее бегать попробуем где-нибудь и будет нормальная нормальная земля без островков вот здесь например да вот видите как разгоняется вообще вот бегу и у р1 нажал действительно такой рывок делает так разгонимся что нет ну вот и первая наша смерть лагмун запиши песен по пищи которые все мои смерти документирует так потрачено как же мне туда прыгнуть ай че туплю господи вот я собрал эту штуку да и туплю свою можно же строить мосты красиво играть зона но она была наверно жутко сложная для детей того времени она хоть так и сделано вроде как детская да но она очень походу не не была одна из самых простых игр это что пройти так это мост это на нашем плане на нашим сейчас пока кажется это все легко сейчас вы увидите там потом пойду таки уровень начинается и в задницу так а куда да что так не попал а он конец уровня кстати говоря бонус отлично давайте в бонус зайдем что там сейчас будет интересно а у нас сейчас время пойдет нужно монеты собирать за это время отлично давайте что делать так наверх так есть куча монет всяких ну сейчас что то не очень получается мне много их собирать вот вот сейчас так так все 25 секунд еще где-то есть что-нибудь он бежим отсюда по-моему не засчитается ничего если мы не выйдем отсюда вот самое главное отлично твой пароль отлично спасибо еще думаю может быть закончим или еще один уровень пройдем давайте еще один уровень быстренько пройдем у нас еще есть время я думал давайте пройдем все таки я сейчас записал пароль я тоже на время сейчас смотрю о я этой музыки честно говоря никогда не слышал что действительно странно меня простите что это что-то торможу сейчас да просто у меня была версия для playstation когда я вот оригинальном не было но я совершенно не помню в детстве у меня было после этого еще на пиратскую playstation версия у меня был их даже 2 или 1 я не помню и на этом уровне никогда музыка не играла было всегда без музыки это я слышал только вот эти вот всякие звуки то есть леса еще очень серьезно этот трек никогда не слушал меня что-то нового я бы не помню как это пиратская версия было видно вырезали оттуда или как-то не знаю плохо переконсировали не знаю у нас новая сила появилась вот теперь можно по-моему то о чем старик говорил а прикольно класс так тихо 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 все взорвется так окей не собрали мешок да и фикс это ударил классные даже не думал что есть мы я думал здесь музыку вообще не понимаете мальчис такое вот состояние действительно что-то как будто как новая отказать себя класс иметь оригинальный диск все-таки играть на оригинальной приставке прям действительно такое чувство прям ты как поблагодарил разработчиков за это то что ты купил один я всегда обычно так делаю когда могу когда игры действительно этого стоит а если так можно измечать поэтому я эмулятора не люблю наверное можете спрашивать серия да и принципе спрашивали почему может не люблю эмулятор оригинальные оригинальные симулированы с нормальной графикой там настраивать что-то у меня возможности более есть мне почти все приставки которые вы могли быть у меня все есть очень красиво бабочки давайте дальше подробно так а тело спросим чего нам скажет я хотел тебе дать понять что ты можешь что ты можешь потратить только одну способность используя они просто а понял то есть ты можешь потратить способ ну просто дал понять что то есть если я думал что если я выбираю способность она у меня тратится не она не тратится только и когда я использую то есть вот если довести то есть она тратится а если я люблю что-нибудь другое что она не тратится только если я ее правильно использую сего чек-поинт окей вниз походу держи там по-моему иголочки да так лучше не надо правильно я все сделал там же по моему еще кучу всего было нет что-то внизу блин тупанул конечно я ну ладно чё делать можно было в принципе сразу уходить на уровень экзит ну так у нас пузыри пошли вот этого я не помню что делать понятно так мы надо так прыгнуть вот вот так вот начинается уже жопа на по чуть-чуть на самом деле так и куда теперь чуть делать по пузырем перебираться так вроде нормально вот ящики нажимаете когда вот еще одна жизнь у нас 8 жизни салат отлично так а теперь куда ну там я ой так рыбу еще нас преследует внизу висе спасибо я вот когда нажимаю тогда он выпрыгивает оттуда он поворачивается сама по себе и нужно просто в правильный момент нажать это все так 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 чуть не упал так теперь отлично тихо держи так все интенсивно да происходит так так неправильно а накручивается в разные стороны ой тут конец уровня так а там что ой блин не в ту сторону ну ладно так с ним ЖИЗНЯ а она добавилась сама к себе а мы сто монет собрали отлично понял оооо черт тихо 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 осторожно оооо все добрались до конца level complete фух как то все в первой серии охватило и бонус уровень был и но во всем так давайте запишу пароль крыжок крыжок interess Gina мульבר угол крестик треугольногlik сервик написал фух ээээм ладно ребят я думал мы на этом закончим ээээ нашу первую серию надеюсь вам понравилась так же как им не ээээ увидимся в следующей серии Where адвенчарс офф лон макс меня Гет зовут Всем пока СОНИЕ МВИМ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok